В 2022 году отмечается 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского. В связи с этой значимой памятной датой по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится принесение ковчега с честными мощами преподобного Сергия в епархии Русской Православной Церкви. Святой преподобный Сергий Радонежский является одним из самых почитаемых православных святых. Он родился в благочестивой семье боярина Кирилла и его жены Марии в селе Варнице недалеко от Ростова. Варфоломей, так звали будущего святого, с юности стремился к уединенной монашеской жизни, но смог осуществить свой замысел только после того, как упокоил своих родителей. Он ушел в Радонежские леса на гору Маковиц, где вместе с братом построил деревянную Троицкую церковь. Позже брат удалился в другое место, а вокруг инока, получившего в постриге имя Сергий, стала формироваться монашеская община. Он был первым во всем. Сам пек просфоры, сам делал свечи, сам работал на огороде, сам был первым в храме, выходил последним из храма, исполнял айгуменскую свою обязанность, наставляя своих братьев в духовном делании. Его ученики по Руси открыли и построили огромнейшую, не один десяток монастырей. А сам преподобный Сергий был молитвенником, заступником за свое отечество, поэтому его в летописях называют игумен земли русской. По ему благословению, благоверный князь Дмитрий Донской, выходя на битву с ханом Мамаем, получая его благословение, он не только получил благословение и молитву, но и получил двух монахов, которые сражались. И преподобный Сергий во время этого сражения молился в храме со своей всей братьей и даже поминал тех, кого ранило, поминал за упокой тех, кого уже убило. Поименные братья удивлялись, потому что он рассказывал братьям, что происходит. И когда битва была выиграна, он воздал благодарение и в полной мере стал тем оплотом единения Руси. Сегодня к преподобному Сергию Радонежскому православные христиане обращаются с самыми разными просьбами. Его мощи покоятся в Троице-Сергиевой лавре, но у верующих есть уникальная возможность поклониться мощам преподобного в своем городе. Принесение ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского и Свято-Троицкой Сергиевой лавры в епархии Русской Православной Церкви началось в день Святой Троицы. Согласно запланированному маршруту, в период с 12 июня по 8 октября 2022 года ковчег будет доставлен почти в 60 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяженность маршрута составит около 30 тысяч километров. В Симбирск-Ульяновск мощи святого будут принесены 2 августа. Сначала верующие пройдут крестным ходом с принесенной святыней от поклонного креста на Соборной площади до Спаса-Вознесенского собора. Затем в Кафедральном соборе будет совершен молебен и начнется служение Божественной Литургии. Ковчег с мощами игумена земли Русской будет пребывать Спаса-Вознесенском соборе до окончания вечернего богослужения 3 августа. В течение двух дней у мощей будут совершаться молебны и читаться акаписты преподобному Сергию Радонежскому. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Дорогие братья и сестры! В этом году отмечается 600-летие со дня обретения святых мощей великого русского святого, преподобного Сергея Радонежского. Этому празднику посвящена особая масштабная программа Русской Церкви – перенесение ковчега с мощами преподобного в более чем 60 городов России. 2-3 августа святыня будет пребывать и у нас в Ульяновске. Преподобный Сергий всегда воспринимался русским народом как особый покровитель, хранитель и заступник русской земли. Основанный им монастырь Троица Сергиеву Лавру называют сердцем России. Как и все монашествующие, преподобный ушел в глухие радонежские леса ради того, чтобы трудиться только ради Бога. Но уже через несколько лет вокруг него собирается братство иноков, привлеченных высотой его жизни. А еще через некоторое время в Троицкий монастырь начинает приходить неисчислимое множество людей в поисках утешения, наставления, истинного жизненного примера. Этот людской поток не иссякает до сего дня. Множество людей получает от преподобного Сергия помощь и утешение. Почему так происходит? Преподобный показал пример истинной жизни по Евангелию. Как сказано в житии, святой старец служил братьям монастыря, как купленный раб. Строил кельи, работал на огороде, шил братьям обувь. При этом его сердце было настолько обращено к Богу, что его молитва исцеляла больных и воскрешала умерших. Он учил не столько словами, сколько собственным примером – любви к Богу и людям, внутренней собранности. И вот эта подлинная тихая святость на деле меняет людей и окружающий мир. Преподобный Сергий Радонежский нес свое служение более полувека. Оно имело большое значение для всей нашей страны, для становления России. Молитва и благословение преподобного умерили княжеские междоусобицы, укрепили великого князя Дмитрия Донского и русское войсто перед решающей битвой на Куликовом поле. Не случайно главной святыней Лавры стала известной на весь мир икона Святой Троицы. Она показывает, что Бог есть любовь. А преподобный Сергий своей жизнью доказал, что любовь и внутреннее единство между людьми возможны и достижимы, если они живут по заповедям Христовым. Для всех православных христиан принесение мощей того или иного святого – это очень большая радость. Это настоящая встреча с этим святым. Мы встретим ковчег со святыней 2 августа в 6 часов утра у поклонного креста на Соборной площади. Затем состоится крестный ход до Спасовознесенского кафедрального собора. В храме будут совершены молебну святому и божественная литургия. Храм будет открыт допоздна, а при необходимости и ночью для того, чтобы все желающие смогли бы помолиться. В нем будут совершаться молебны с акафистом преподобному Сергию. Святыня покинет наш город 3 августа в 19 часов. Призываю всех вас принять участие в этой встрече и общей молитве. Верю, что святой Сергий Радонежский не оставит тех, кто придет помолиться ему и поклониться его памяти. И что все мы по своей вере получим поддержку, утешение и воодушевление на своем жизненном пути. ПОЗИТЕЛЬ ПОЗИТЕЛЬ Здравствуйте, дорогие братья и сестры. К нам поступил такой вопрос. Грех ли, если нательный крест видно окружающим? Летом из-за жары открытой одежды мама маниакально прячет его и ругается, просит, чтобы я носила одежду более закрытую, чтобы спрятать крестик. Есть ли какие-то, в принципе, требования к обращению с нательным крестиком? Ну, вот церковная традиция, она вот такого термина, как нательный крестик, она не использует. Есть понятие, как наперстный крест. Персий – это грудь, то есть на груди нужно носить крест, там, где сердце. Кресты бывают и такие, которые носятся поверх одежды, и маленькие, которые удобно носить вот именно под одеждой. Но вот в этом вопросе прослеживается какой-то, знаете, панический, я бы сказал, даже какой-то животный страх. И он не должен, конечно же, иметь место. Потому что крест – это всегда красота, крест – это всегда святость, крест – это всегда помощь, потому что это оружие на дьявол. Крест – это знамя победы Господа над дьяволом, жизни над смертью. А знамя его никогда не ставят в кладовку. Знамя, оно всегда находится на почетном месте, и возле знамени всегда бывает почетный караул. И это знамя, если мы говорим о воинском знамени, это знамя доблести, чести, победы. И таким образом это символ мужества и высочайшего, я бы даже сказал, идеала. Поэтому, когда символ высокого, высочайшего идеала находится перед глазами людей, это прекрасно. И, конечно, это возлагает на человека, который одевает на себя этот крест, большую ответственность. Поэтому я думаю, что человек, который пытается прятать крест, он однозначно находится в заблуждении. Это заблуждение может выражаться либо в его неправильном понимании смысла креста, то есть это не амулет, не талисман, который хранит тебя тайно, а это образ твоего мышления. Это образ любви, которую ты хочешь стяжать, то есть получить ко всем, к Богу, к людям. То есть любить Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением, всем разумением. Хочешь ближнего любить как самого себя. И вот этот крест, он как раз и свидетельствует о том, что ты касаешься высокого идеала. Ты служишь ему, потому что ты крещен. Ты воин Христов. Ну, представьте, если вот все солдаты, все офицеры, воины снимут с себя знаки различия. Даже полевая форма, которая предполагает особую маскировку, она и то предполагает знаки различия и в чинах, и в родах войск. Наш мир сейчас очень однородный. Очень много символов греха, ярко-сатанинских символов, которые наполняют сознание. Поэтому, если в глазах людей будет больше появляться святых образов на груди людей, то это прекрасно. Кончилось то время, когда гнали за веру на нашей Руси, на нашей земле. И поэтому теперь за ношение креста не посадят, с работы не уволят. И крест нужно носить. Поэтому живите свято, и пусть крест свидетельствует о вашей святости, и пусть люди это видят. Субтитры подогнал «Симон»